Добрый день, дорогие друзья и коллеги. Это передача «Что делать?». Я ее ведущий Виталий Татьяков. Вторую программу этого телевизионного сезона я обозначил темой со знаком вопроса «Какой будет нынешняя молодежь через 30 лет?». На мой взгляд, по данной проблеме и через 30 лет могут быть очень большие изменения. Меня чистая физиология интересует. Вот я думаю, что все вы, ну почти все, некоторые знают точно, помимо всего прочего, преподаете. То есть постоянно общаетесь с молодежью. Я тоже. И на мой взгляд, это нельзя не видеть. Они не такие, как были мы. Но вот это я называю коротким интеллектуальным дыханием. Студенты и абитуленты не могут более полутора минут подряд говорить. Им нужна пауза. Вот они как-то там восстанавливают свой мозг, там перезагружают. Чего не было раньше. Вот тех, кто способен произнести и запомнить длинный текст, таких сейчас нет. Вот человек, который с утра и до вечера ходит с наушниками в ушах. Я так понимаю, что человек был создан, рожден в свое время, вот чтобы он слышал громкие звуки, не постоянно гром гремит, крик там, я не знаю, саблезубого тигра, а в остальное время буря какая-нибудь, а в остальное время птички поют. В общем, вот тихие шумы такие. И смотрел он на нечто мерцающее, это огонь там, ну, может, звездное небо. А когда стал читать, то он читал текст не на мерцающем экране, как сейчас. Вот мне кажется, ведь даже способ передачи информации, как утверждают специалисты, изменяет сознание, корректирует, или даже видоизменяет сознание. А тут способ просто восприятия информации. В ушах постоянный звук, причем уши-то, они же не могут не меняться. Вы предполагаете, вы видите, вы ощущаете, что физически изменяет современная техника, которой вот обложена со всех сторон молодые люди, она физиологически изменяет их организмы, особенно от органа зрения, органа слуха. Юрий Петрович, давайте начнем с психологов. Когда мы говорим о виджетах, гаджетах, вот этих аудиодополнительных сюжетах, которые развиваются технологически, наверное, для психолога важно отметить, что развитие именно вот этой техники, оно фактически является либо продолжением, как мы сказали бы, какого-то органа, либо расширением возможностей каких-то психических функций. То есть дополнительные возможности, которые позволяют эти устройства осуществлять, они фактически направлены на развитие, вот в том числе и восприятие, в том числе и внимания, памяти и так далее. Единственный момент, на который хотелось бы обратить внимание, что мы всегда развитие понимаем с положительной стороны. Возвращаясь к влиянию вот именно зрительному, слуховому и прочему, мы прекрасно знаем, что это не просто лишь восприятие на уровне одного глаза, либо уха там с молоточками, наковаленками и так далее, но это развитие в том числе соответствующих зон коры головного мозга, как наиболее тонкого инструмента, который в том числе принимает участие в развитии нашего поведения, в формировании каких-то определенных реакций и в целом формировании здоровой личности, которая всегда базируется на здоровом субстрате. Почему детей специальные игрушки разрабатывают? Для того, чтобы были микродвижения, для разработки и для развития соответствующих именно зон коры головного мозга. Поэтому здесь это тоже, с одной стороны, развиваются определенные зоны, с другой стороны, когда мы говорим о зрительном восприятии, слуховом, мы же должны сказать, перед компьютером у меня практически полная депривация моих тактильных каких-то ощущений. То есть вот это цена чего-то за что-то. Поэтому здесь нужно различать, как во всяком процессе, развитие и подкрепление именно вот этих положительных сторон и минимизацию вот этого отрицательного воздействия, в том числе и негативные последствия, которые здесь легко нашими клиницистами уже даже сейчас устанавливают. Ну вот посмотрим, что они скажут. Хорошо, Владимир, все равно лучше. Ну вы знаете, вопрос, который мы сейчас разыгрываем, он был замечательно поставлен почти ровно 50 лет назад Лемом в его замечательной книге «Сумма технологии». Как раз 50 лет, в 62-м году он ее написал. И там обсуждается вопрос. Вот эволюция человека в связи с техническими средствами и с совершенствованием как бы вот этой линии техноэволюционного развития. И в результате он приводит много мысленных экспериментов, когда вот вся сенсорная, то, о чем как раз вы говорите, вся сенсорная реальность подменяется записанной на магнитофон и на все это дело, и где остается ли человек. Проблема не тренированности аппарата, его дифференцированности, а вот сущности человека остается ли и формируется ли то, что мы называем вот человек, значит, культурный. И он приходит к выводу, что ключевой момент – это, конечно, вся система формирования ценностных ориентаций, смыслов и так далее. Вот у меня были исследования и в моем институте в 75-м году, это было большое обследование около двух тысяч школьников, старшеклассников, по поводу чтения и понимания разных выразительных средств и понимания структуры текста. Вот мы задали, значит, два года назад проводили это исследование, дали те же... В 75-м аналогичные провели два года назад. Те же задания, например, тексты Олеши с его сравнениями и тексты Платона, вот насколько они могут как бы отличить один текст одному автору принадлежит, другой – другой. Вот они, не важно, какой автор, важно, что они... Чувствуют ли они стилистические особенности? – Культурно недоступные тексты. Культурно недоступные тексты. Они, значит, не могут выполнить то задание, которое выполняло, допустим, около 20% школьников, выполняло в 75-м году. Сегодня менее 3%. Менее 3% – это случайный выбор. То же самое со стихами. Самойлова стихи и Вознесенского. Не дифференцирует разницу. Значит, сегодняшний, сегодняшний подросток не осваивает, не может освоить, прочитать эти тексты. Не потому, что он не знает слова «лампада» или еще что-то, эту реальность, а потому, что он не может понять эти структурные особенности языка. Теперь, когда вы ставите вопрос, а что будет через 30 лет, так через 30 лет именно эти подростки станут отцами тем, кому будет 15 лет через 30 лет. А сейчас вот к Алене Вячеславовне тот же самый вопрос. И вот уже давайте вот в физиологию углубимся. Что там-то происходит? Ну, если говорить о слуховом анализаторе, то, конечно, к сожалению, на сегодняшний день мы уже наблюдаем снижение слуха у молодежи. Пресс-биокусис помолодел. Если раньше мы говорили, что есть возрастные снижения после 30 лет, то сейчас мы, к сожалению, приходим к страшным результатам. Страшным? Да. Почему мы приходим к этим результатам? Потому что снижение на 20 децибел слуха у ребенка – это уже снижение его развития и уменьшение успеваемости в школе. Но на сегодняшний момент вот это причина. Помимо того, что он что-то может не услышать, какую-то опасность звуком переданной, он еще и просто отстает умственного развития. Естественно, и очень сильно. С каждым годом все больше и больше при снижении слуха на каждые 10 децибел. У нас существует, я считаю, две проблемы. Это вот MP3-плееры с наушниками, которые в постоянном режиме работают. Здесь вот есть два типа наушников – открытые и внутриушные закрытые. Если говорить о внутриушных закрытых, то они усиливают давление еще на 10 децибел. Значит, если мы с вами для сравнения приведем, что… То есть они просто физически давят на перепонку. Еще усиливают, да, еще 10. Значит, у нас с вами получается разговорная речина 60-65 децибел, 70-75 децибел – это громкий звук, порог раздражения 85 децибел, 90 и 110 децибел – это уже акустическая травма. То, что происходит на рок-концентр… А слушают они обычно на каком уровне? А вот слушают они как раз на 70, 80 и 85 децибел. Но это при условии… Это они любят громкую музыку, при условии, если они находятся дома. Но так как наша молодежь всегда пользуется общественным, транспортным городским, и метро, где ПДФ превышает и соответствует уже в три раза практически, и соответствует 110 децибел, значит, что нужно, чтобы подавить 110 децибел? Мы должны прибавить еще 10 децибел и прибавить еще 10 децибел на нутрюшные наушники. Таким образом, 30 минут приведения в метро, да еще это два раза в день, еще это пять раз в неделю, мы получаем акустическую травму, получаем стойкое снижение слуха, и звуковой диапазон частотный мы тоже уменьшаем. После утоладин-голга, интересно послушать окулиста. Ну вот и вы в очках, я в очках. Да, Виталий Тович, я думаю, что, я, наверное, если не разочарую вас, то во всяком случае с коллегой не буду столь солидарен в плане опасности современных гаджетов для зрительного анализатора. Наверное, раздражители зрения из современных средств электроники больше всего – это и телевизоры, и лэптопы, и даже компьютерные игры для детей, которыми они непрерывно в общественном транспорте даже приходится видеть, играют и развлекаются. И все-таки, несмотря на эту озабоченность всеобщую, которая, в частности, распространяется и на офтальмологов, моих коллег, последние 20-30 лет не свидетельствует о том, что зрение как-то от этого может страдать. Мы сталкиваемся с симптомами характерными, мы сталкиваемся с признаками усугубления традиционных жалоб и дискомфорта зрительного, которые и без этих гаджетов могут вызывать другие нагрузки зрительные. Обычная зрительная утомляемость, усталость, головные боли. К этому относятся затруднения с быстрой перефокусировкой с близкого расстояния на дальнее и наоборот. Но сам анализатор каких бы то признаков изменения в сторону болезни мы пока не наблюдали. Хочу только добавить, что и напомнить о том, что глаз, как и органы слуха, это всего лишь канал и путь в мозг. Но очень короткий путь. Он короткий, но это все равно путь к более совершенному, намного менее изученному образованию. Вы имеете в виду, что мозг корректирует вот эти... Вот мозг, вот скорее всего, изучению, как справедливо сказал уважаемый декан, должны подвергнуться психосенсорные, сенсорно-зрительные и нейрофизиологические какие-то механизмы воздействия на мозг через зрительный анализатор в том числе. Лет 25-30 назад работа американская, которая показывала, что близоруки имеют высокий коэффициент интеллекта и, может быть, именно потому, что вы были близоруки в будущем, вы начали так много читать. Но я не очень... Есть обратная вещь. Да, я не очень верю многим вот такого рода выводам, хотя он в данном случае лесный. В данном случае не британский. Нет, в данном случае лесный. Он лесный для меня и для всех тех, кто здесь в очках, потому что, ну, это как известно, то кофе вреден, вдруг через появляются книги, доклады и вот такого рода гигантские конференции, что кофе очень полезен, зато чай вреден. Вот эти колебания мы слышали и видели. А вот по сути, Сергей Николаевич, вы-то что замечаете за своё новое молодёжи? Я замечаю. У которых в ушах бананы, а перед глазами вот эти экраны. Нет, значит, понимаете, сам экран, ну, экран и всё. Лет 15-20 назад Эко считал, что всё равно человек Гутенберга победит человека интернета. Ну, видимо, ошибся. Потому что, вот проблема, которая получается из исследований и прочее, она ведь проявляется в том, о чём мы практически все говорим. Большая часть студентов поражает отсутствием развернутой речи. Просто вот рубленные фразы, и эти фразы, дело не в том, что он там полторы минуты должен перезагружаться на новую мысль, а просто потому, что он говорит рубленными фразами, которыми полезно говорить в Твиттере, полезно писать в интернете. Нет, но я могу говорить и рубленными фразами, и длинными, и средними, в зависимости, в Твиттере я корот. Ну, безусловно. Потому что человек, который говорит развернутой речью, он вообще говоря может говорить и коротко, и писать телеграфным стилем. А представьте себе человека, который научился писать только телеграммы. И вот потом ему нужно долго и длинно разъяснять, что он написал до следующей точки. Это вот очень важная вещь, потому что здесь она взаимосвязана и с проблемами памяти, потому что вот эти тексты, о которых упоминал Владимир Самойлович, они, если они не различаются, не запоминаются, то нету точки отсчета, когда я овладеваю следующим текстом. Ведь все эти литературные вещи, почему очень важно развивать здесь память? Потому что вот мы говорим там сравнить одного хорошего писателя с другим, а как определить, что он хороший? Нужно прочесть пару идиотских. В этом смысле, понимаете, ну... И 25 очень хороших. Да, и 25 очень хороших. И поэтому время от времени хочется, знаете, как Камертон там «Белую березу» прочитал и еще раз убедил, что вот а эти все-таки все лучше. Самое сложное это вопрос о воспроизводстве и понимании эмоций. Потому что вот эмоциональная жизнь, она во многом построена у ребенка и дальше, так сказать, на прикосновениях, на вот этих тактильных таких вещах. Даже похлопывание по плечу мы отлично понимаем. Когда это дружеское и дружелюбное, когда это достаточно враждебное. А когда мы посылаем смайлики, то это не то же самое, что и улыбка в ответ. Там нету задачи на распознавание эмоций. какая-то улыбка ироническая или прочее. Я вот все-таки из чего исхожу. Из двух позиций. Первое. Человечество вот как биологический вид развивалось без даже линз этих самых, уж тем более без динамика в ушах и экрана перед глазами. Тысячелетие. Вот вид сформировался так. И когда сейчас у тебя, не у меня, у этих молодых постоянно это динамика в ушах и перед глазами нечто мерцает, ну это же не может не изменить психику или что-то еще и постепенно, может быть, и физиологию. Но так же не бывает, что тысячу, несколько тысячелетий, десяти тысячелетий, может быть, вид так развивался и вдруг такие кардинальные изменения и ничего не происходит. Вот как-то все-таки, вот физиология. Сейчас вспомнился физик Ампер французский, который к своему открытию, которое он совершил в 40 лет, назвал самым главным, когда друг, в виде шутки, одел на него очки и оказалось, что у него сильная степень близорукости, он наконец-то увидел мир неразмытым. Вот я боюсь, что что нас ждет дальше, что когда мы на наши дети стееденим слуховые аппараты, где слуховая чувствительность очень высокая, да, и диапазон частотный широкий, в отличие от того, который они сузят благодаря постоянной ношению вот этих вот звуковых приборов. Вот тут они как раз и увидят и скажут, что это действительно наше главное открытие, когда они услышат пение птиц, жужжание кузнечиков, да, и всяких там комаров или там звук дождя. Вот этот вот многообразный мир. Вот в этом, наверное, и заключается не только психическая, но и физическая небольшая инволюция, к которой мы, к сожалению, идем, к которой нужно обязательно проводить какие-то меры и срочно. Но как вот мы в школе, мы все знали, что осанка и чтение книги на расстоянии 30 сантиметров это обязательно. Конечно, также нужно быть и со слухом объяснять, что после полтора, двух часов прослушивания по трет-плееру стоит сделать паузу, акустическую паузу для восстановления. А вот скажите, вот почему мы запрещаем детям, взрослым, а детей просто лучше? Вот нельзя переходить улицу на красный свет светофора, даже если нет машин, по многим причинам, в первую очередь, потому что тебя могут шибить, покалечить, убить. Мы запрещаем, более, не только запрещаем словами, но еще могут оштрафовать родителей. То есть прямая система репрессивных запретов. А почему эти самые наушники, почему вот сообщество толерингологов не может поставить перед парламентом, правительством, правозащитными, бог знает, какими организациями вопрос о запрете наушников с превышением уровня децибел такого-то. О запрете. Очень трудно что-то запретить. То же самое было и с запретом на алкоголизм в Америке, к чему это привело. Здесь единственное, что можно доработать. Вывести, например, на МП-трейл индикатор это звуковой или световой, когда будет написано, что 85 дециметров децибел. А зажигается там самое опасное для жизни. Конечно, вы знаете, что дальше подробно узнает, что это порог, после которого будет неизбежное снижение слуха. Или превышение 10-15 минут они должны сделать перерыв. А сейчас я просто этим не пользуюсь, а это есть уже вот самое, или это фирма выпускающая... Вы знаете, есть некоторые страны, такие как Япония, которые вводят на законодательном уровне запрет использования компьютеров в дошкольном возрасте. Просто вводят запрет. И сейчас это вводится и в системе образования и так далее. Рано. И законодательно принуждают компании, производящие фиксистикат устанавливать какие-то маломальские физиологические ограничения. Эти вопросы поднимаются, они обсуждаются за рубежом. Я должен сказать, что я отлично понимаю, почему это не делается. Просто по той простой причине, что вот, как вы сказали, что не очень-то я верю этим научным исследованиям, по поводу кофе и прочих вещей. То же самое здесь. Знаете, с светофором мы отлично знаем и нам могут показать 20 картинок. Этот опыт нагляден и осижаем. И пока мы видим и слышим, мы это вот все видим и слышим. А здесь я должен доверить довериться ученым и с той, и с другой стороны сидящим. Значит, кто-то говорит, что снижается зрение, кто-то говорит о том, как со слухом плохо. И только на основании их данных, так сказать, они на основании собственного опыта, что вот мальчик слушал, а вырос дядей глуховатым, мало кто верит в то, что из-за тугоухости, то есть, это же тоже только те, кто работает с тугоухими, это же не сообщается так, что вся страна знает, что тугоухие немного интеллектуальное более снижено. твое снижено. Еще если сейчас так заявишь, тебя обведят в том, что ты инклюзивное образование нарушаешь. Значит, если можно, я среагирую на два момента. Вот, все-таки вопрос с нормой и с переходом на красный свет, он сложнее, чем мы его обсуждаем. Потому что, если мы, как вы сказали, строим, нельзя идти на красный свет в силу репрессивности, тебя собьет и, значит, оштрафуют родителей и за это надо платить, это не совсем адекватное будет воспитание, да? Потому что это норма. Правильно? Вся система воспитания, которая строится вот так вот, несу и палец, убьет, она неправильная. Потому что в этом где-то, да, к огню не надо подносить. И это опыт реального столкновения с миром, но вообще социальные нормы вот так регулируются, правила движения, а не социальные. Потому что тут еще и водитель. Скажите мне, пожалуйста, тогда, а почему эта норма вдруг подвета всем, даже без репрессий, они не так очевидны, а вот такая естественная норма владельцам фабрик заводов по производству этих плееров и статьющим инженерам, почему у них не существует, они же все люди образованные, естественная норма, что нельзя выпускать такие аппараты, которые массово калечат всех, кто их слушает, в первую очередь, молодых. Что для этого нужно? Их все-таки нужно сечь и штрафовать до того? Да нужно, нужно. Владимир Самулович сейчас какой-то очень либеральный текст произнес, значит, замечательно учитывать интересы водителя, но вообще говоря, доброе слово и кольт помогают, потому что без полиции дорожной все бы стали нарушать. Это жестко и это во всех социальных отношениях. Здесь так же, как фармакокомпании, мы же знаем, что они время от времени нарушают правила продукции, начинают врать, потому что еще есть одно, за что он может продать свою родную мать. Плевать на интересы социума. Как строить отношения, есть всякие эргономические вещи, есть бизнес, который сориентирован на человека и не все так делается, чтобы только калечить и так далее. Я вот с этим тоже не могу согласиться, потому что есть целый ряд вещей, которые делают жизнь удобной и делают ее доступной и компьютеры развиваются так, что сначала был экран, который действительно не выдерживало зрения, там больше получаса смотреть на это. Сейчас это нормальный экран, которым можно сидеть довольно долго и в этом смысле идет развитие. Вот здесь мы говорили относительно механизмов и так далее, то есть собственно психологические механизмы. Возвращаясь к рубленной речи, мы прекрасно помним стихи, которые у нас там «Ночь, фонарь, аптека», вот назывные предложения, через точку все красиво. В то же время прекрасно... Блок и Соловейный сад писал, там совсем не такое. Он мог и так с буквы «С» играть. Там можно с другой стороны монолог Катерины, от чего люди не летают. Так вот, даже здесь на уровне речи, о которой мы с вами говорим, которая в данном случае может рассматриваться как вот этот инструмент, механизм или орудие развития мышления, когда мы с помощью различных уже синтаксических структур, либо у меня предложение в одно слово, либо это целый абзац, в котором там 254 слова, через запятые, кучу знаков припинания и так далее. И вот эта синтаксическая структура, не просто набор каких-то значков и пробелов, а является для меня еще эмоционально переживаемой частью какой-то действительности, вот может быть и чужой. Вот в этом и является как раз вот это проявление вот этой орудийной функции речи при развитии моего мышления. Поэтому мы говорим, если мы с помощью речи не развиваем вот эту синтаксическую структуру, ну и соответственно обедненность вот этих мыслительных процессов, оно у нас также проявится. Это не только будет следствием тугоухости, но даже вот именно вот эта языковая... Нет, больше психологическая будет, конечно. Психологическая вот эта интеллектуальная недограмотность в плане развитости нашего мышления, в плане всей когнитивной сферы, она здесь легко проявится, даже не надо ждать 30 лет. Задают свой язык со своим синтаксисом, который там принят и привычен, а культура со своей стороны в противовес ничего не дает в виде школы, а наоборот все это снижает до уровня того ответа или квадратика в ЕГЭ, где я галочка это должен ответить, то вот в этом смысле культура может быть и проиграть за того интеллектуально развитого ребенка, который через 30 лет у нас будет. Поэтому вот здесь наверное стоит задуматься именно о тех ценностях, которые мы вкладываем. И возвращаясь вот опять же к нашим процессам, говорить там плохие они, хорошие и так далее, вопрос же опять упирается в систему ценностей. То есть если эта система будет идти не по пути просто развития вот простых наших традиционных там схем, есть стимул, есть реакция, вот и мы получаем какое-то поведение. Даже не будем на уровне там стресс-дистресс, чтобы находиться в каком-то равновесном состоянии. Когда вот эти гаджеты, виджеты и вся эта система электронной коммуникации будет способствовать развитию вот именно и при умножении ценностей, то вот эти потребители через эту систему смогут это делать. Тогда она положительно, конструктивно и будет развивать и молодежь, и общество. Карина Ильича, вот у меня к вам такой вопрос. Вот если тенденции продолжаются, вот тугоухие, мы никого не пытаемся оскорбить, хотя наверняка могут нам это приписать, они соединились в семейную пару, отчего родится ребенок, ну и вот по этой теории эволюции, не знаю, справедливой или справедливой, скорее всего, потомство будет тугоухим. Но если мы рассматриваем пары, да, тугоухих, это людей со сниженным слухом, да, или полностью, может быть, глухота, да, здесь нужно рассмотреть, это генетически детерминированная тугоухость, или это приобретенное в связи с акустическими травмами, да, вот, и поэтому, знаете, я могу сказать, вот в чем мой, к сожалению, я очень хочу призывать к профилактике слуховой гигиени, это обязательно нужно помнить, об этом знать, и это нужно развивать. Но все-таки оптимизм заключается, наверное, в том, что если на тысячи людей в каждом государстве, должно родиться один процент своего физика, знаменитого великого математика, великого музыканта, и в том числе великого певца. И я думаю, что музыканты все равно будут, да, они будут все равно любить свою музыку и доносить до нас, и то же самое тоже будут наши знаменитые певцы и оперные, и эстрадные, которые не дадут нам возможность отказаться и перейти исключительно на скоростное печатание, как мы, к сожалению, сейчас уже... Тут я с лессимистом не знаю. И опера и так посещает меньшую часть человечества, а эстрадные и прочая вся попса, она точно работает против вас, вашей науки и слуховых аппаратов естественных. А вот у меня есть еще одна гипотеза антинаучная, а может, особенно с вашим спокойствием и оптимизмом вы ее, наверное, разобьете. Вот сейчас очень модно и вот эти все экраны к этому подталкивают и тебя просто заставляют всякие образовательные реформы действовать так. То, что раньше преподавали вот это в логической форме абстрактных знаков, в которой составляли слова, сейчас нужно все в картинке переводить. Причем я тоже с этим сталкивался, когда в детском саду изучал азбуку, то а и арбуз было, а и аист. Но сейчас я вижу, что а и арбуз нужно не первоклашкам и не в детском саду, но и студентам университетов почему-то тоже просто абстрактный символ без картинки нельзя давать. Так вот, а ведь лучше всего к двойственности приспособлены иероглифы. Вот там и картинка пиктограммов. Не приведет ли это к тому, что, казалось бы, архаичное письмо, состоящее из иероглифов, оно оказывается как раз самым современным. И по этой причине будет не английский доминировать в мире, как язык, и уж не русский, а именно китайский, ну или там, не знаю, корейский. Вот эти иероглифы. Вот все технологически к этому. Там очень понятные многие иероглифы есть. Вот там река, три этих линии. Вот не нужно учиться в университете, чтобы понять, что это река, ну и условно говоря, буква «Р». Вот и все. Безусловно. Если вы считаете, что такая иероглифизация ведет по пути усложнения зрительных образов, то я думаю, что человек, это все равно мозг. Он с ним справится, безусловно. Если же вы это расцениваете как некое упрощение, примитивизацию, ну, тогда... Нет, просто мы перейдем автоматически на другой язык. А у меня вообще, вот сейчас у меня вопрос вообще вам под дых. Скажите, пожалуйста, о современной, это знаменитая таблица для проверки остроты зрения. Да, остроты зрения. Сейчас много ли встречается молодых людей, которые видят букву, но не могут ее назвать. То, что сейчас неправильно называют буквы, Ше вместо Ша, я это не говорю. Но хоть они знают, как эта буква-то называется, или им тоже нужны картинки теперь? А у них и есть картинки. Нет, сбоку дым. Во-первых, Виталий Тойвич, я вас разочарую. Да? Много-много десятилетий назад были придуманы, это называется, оптотипы. Вот эти символы, уменьшающиеся, буквы или цифры, или картинки для детей по таблице, проверяющие зрение для безграмотных. Это кольцо с разрывом в одном месте. Кольцо с разрывом. Да, и безграмотный. Поэтому проблема решена давно. Нет, но вы сейчас чем пользуетесь? Конечно, буквами и цифрами. По-прежнему. То есть, есть еще надежда? Нет, но деградация не настолько значительна, как вы пытаетесь нам это представить. Нет, нет, нет. Вот есть речь, и есть визуальные языки. И вообще очень много разных языков. Поэтому мы находимся как культурные люди, мы осваиваем многие языки. И в этом проблема развития современного человека, чтобы он не вот, как у Маяковского, улица корчится без языка. Дело не в том, что она без языка. Во-первых, выразить нечего, а во-вторых, много языков. Много. И в этом проблема развития сегодняшнего человека, чтобы он освоил множество языков, их понимал и умел на них, на их основе общаться. А это еще раз говорит о том, что у меня должно быть то, чтобы выразить себя. Чтобы выразить себя. Если нечем себя, значит, что сказать? Если нечего сказать, ну молчи. Молчи. Владимир Семенович, не могу не отреагировать на то, что вы сказали. Если нечего сказать, то молчи. Вот мы с Судем Петровичем недавно были в Питере на одном там, на Лихачевских чтениях. И в той секции, где я выступал, там выступил с пламенной речью, в которой содержались, между прочим, гуманитарий, содержались, ну грубейшие исторические ошибки, причем определенного типа. Ну там, при советской власти там было все отвратительно, но то, что он назвал, как раз так, как не было. И сидели еще студенты. Я его поправил. Он стал, обиделся, там что-то, ну в конце концов, он признал свою ошибку, а я ему сказал, что если бы не при студентах, не университет, то на улице говорить все что угодно. Я не буду вмешиваться, но здесь ложные знания нести нельзя. Невежество. И тогда он, не зная, как сооргировать, он произнес гениальную, в каком-то злом смысле, фразу. Он сказал, и невежество имеет право на публичное оглашение. Это было продекланировано. Потрясающе. Потрясающе. Да. Это замечательная оговорка. А вы мне утверждаете. Брэйд просто бы поцеловал его при встрече. Я бы добавил, как правило. Как правило имеет право. Ну, на самом деле, Владимир Самойлович, вообще вот его речь пламенная, вот вначале была бы очень уместна, потому что в конце, значит, весь разговор идет о том, что сужается, спектр вот этих возможностей, богатых, о которых вы говорили, так замечательно. И я полностью за. Да, вот этот такой язык, этот, этот язык, жесты, мимика, мы все как бы этим владеем. Можно не договорить до конца фразу, потому что ты видишь, что почти все уже все поняли. Притом не невежественную фразу. А вот проблема-то как раз заключается в том, что из-за наличия вот трудностей в этих различного рода каналах, слуховом, там, зрительном, ну, в смысле, я имел в виду только мелькание в данном случае, возникает то, что люди не овладевают тем набором смысловых вещей, языковых форм выражения и форм понимания, которые были у их родителей. И дальше открываются шлюзы. Значит, действительно появляются люди, которые мычат не потому, что у них нет желания сказать. Может, оно у них и есть, только он сказать не может. И на самом деле выясняется, что, ну, вот в моей уже узкой области есть огромное количество людей, которые к агрессии или к насилию, там, к поведенческому, прибегают не потому, что они такие злые, а потому, что они как были в первом классе и твёрдо были уверены, что, ухаживая за девушкой, нужно дёрнуть её за косичку или там выбирать портфель. Он так и остался на этом языке. У него не расширилось до того, что там о чём-то поговорить, там или прочее. Моё предложение бросить последнюю реприку. Я сейчас сформулирую тогда финальный вопрос. И, пожалуйста, кратко на ней отреагируйте. У нас же сейчас постоянная забота о здоровье. Там мода меняется, то бег трус стоит, то другое, но постоянно об этом забота. Тебе говорят, тренируй мышцы, дыхание даже говорят. Но я не слышал, чтобы кто-то говорил, тренируй глаза. А уж тем более, прежде чем улучшать свой слух, по крайней мере, его не нужно портить. Вот странным образом слух изъят из этой. Бегать, прыгать, плавать, нырять и так далее. А вот слуха не касается. Может, это случайно, может, не случайно. Но мой вопрос сводится всё к тому же самому. Вы после нашей беседы, когда несколько активизировалась у вас эта проблематика, всё-таки вы считаете, что через 50 лет человек будет таким же, но не по внешним данным, я имею в виду, абрис тела, фигуры, а вот там, в голове, в сознании. Это не будут совсем несколько иные. Ну, если не будет психогигиены, психопрофилактики нейропсихологической, то, в принципе, вот эти все изменения, о которых мы говорим, они возможны. Поэтому, если эти гаджеты рассматривать не как цель, а как средство, вот именно моего развития, средство приумножения и усвоения культуры, тогда от них будет польза. Если же это будет просто средством, которое продаётся, то почему на фитнесе-то зарабатываем? На слухопрофилактике... Да, но в шахт много не заработаешь. Не заработаешь, да. А загорай, бледнее, опять загорай, это можно... Ну, а потом, как сказали, это же можно там и пощупать, и так далее. Вот поэтому... А слух это достаточно индивидуально, достаточно субъективно, и так далее. При том, что слух, музыкальный слух тонкий, целой гаммы существует определений, ну, в сто раз, в тысячу раз ценнее, чем цвет кожи. Виталий Торьевич, а вот поэтому и надо собирать чаще психологов с врачами, чтобы у нас вот понятие о здоровом образе жизни и о здоровье, оно не сводилось только к физическим показателям, но в том числе и к состоянию психического и психологического здоровья, которое будет полноценно нам помогать смотреть в наше будущее с надеждой, что дети через 30 лет не превратятся в придаток компьютера, интернета, либо еще каких-то гаджетов. Владимир Александрович, ну вот вы еще через 25 лет проведете ваши тот самый... Вы знаете, что я... Исследования? Да, ну, тут я бы и на другие сослался. Техноэволюция, она не так безопасна для развития человека. И что-то мы очень серьезное теряем. И это отмечают и врачи, и психологи. Психологи, проведение экспериментов над маленькими детьми показывают, что сегодня не формируются ключевые моменты, связанные с произвольностью, с фантазией, с воображением. Происходят очень серьезные задержки того, что там 30-40 лет назад считалось нормой психического развития. И я... Вот этот момент техноэволюции и современного развития, мне кажется, это вызов современной системе образования. Очень серьезный. И так бесшабашно вот ставить вопрос о компьютеризации школы, как он был поставлен, я опять говорю, что сегодня этот вопрос, новый учебный год, он важен очень, этот вопрос, о взгляде на школу вот сегодня. И это вызов определенный. Потому что масса вещей, с которыми надо в начальной школе, в средней, в старшей, очень серьезно к этому относиться. Калина Ишлана. Ну, в заключение, наверное, хочу сказать, что наша встреча, конечно бы, должна бы и продолжиться. Если мы хотим что-то донести до наших детей, какие-то изменения донести до государства, нам, конечно, нужно встречаться. И смотреть через 20 и через 30, как бы это ни казалось фантастичным, но все равно вперед. Да. Сергей Николаевич. Ну, я недавно участвовал в одной конференции, которая называлась 20-45, где люди вообще иначе размышляли, а говорили о том, что сейчас вот, ну, через к 45-му году мы вырастим из стволовых клеток любой орган, все заменим. Это отдельная тема. Если чего не сможем вырастить, чипы сделаем, то есть и уши будут чиповые, и глазки идут по этому пути. Вот там возникает одна очень важная вещь, значит, будет ли это человек. Потому что вся культура построена на том, что, в общем, она является защитой от ощущения смерти, страха. Ну, как? Солосовский давнейший вопрос. Если ты штопки на носок делаешь, одну, вторую, третью, то в какой-то момент этот носок становится новым или порежен? Или... да. Да. А если тебе глаз заменят, то... Вот. Вот. Но вот некоторые пессимистические... Вот вы сказали, что я то пессимист, то оптимист. Значит, пессимистические нотки. Если мы выстраиваем наш прогноз вот как бы по асимптоте вот нарастающие, вот так и будет. Но проблема всегда заключается в том, что, во-первых, вот я не случайно сказал, острые формы достаточно быстро вымирают, возникают подострые. Во-вторых, сам факт того, что вот эта беседа происходит, значит, какое-то вмешательство. Вот не случайно там говорится, что государство должно... Притом это не обязательно наше государство, любое государство, вмешаться вот хотя бы в рубрикацию, в всевозможные ГОСТы, как маркировать продукты, которые делаются. И вы понимаете, что сразу все меняется, так сказать, вот достаточно маленьких таких изменений. Владимир Сергеевич, да. В смысле, вот угрожающие тенденции технократического развития. Но и, безусловно, необходимы какие-то сдерживающие факторы. Но все равно я, наверное, на видимом отрезке в 30 лет, которые вы нам задали изначально, я все-таки, наверное, останусь оптимистом. И мне вспоминается в этой связи маленький скетч у Довлатова, когда речь идет о том, что один научный журнал готовил публикацию, и редактор, рецензируя статью, обратил внимание на фразу, которая звучала так. «С времен Аристотеля человеческий мозг совершенно не изменился». То ли ему стало обидно за современников, то ли он решил перестраховаться, и он изменил фразу так. «С времен Аристотеля человеческий мозг почти не изменился». То же самое со зрением, тем более на 30-летнем отрезке. Ну, насчет зрения, может, вы меня успокоили, но на вопрос... Со слухом, со слухом, испугание было. Какой будет нынешний молодежь через 30 лет? Вот когда я раньше видел и слышал на улице громко матерящегося человека, я знал, что это хулиган, невоспитанный человек. И все так думали, и все так считали. А сейчас, когда я слышу на улице громко матерящегося человека, то я уже... Я даже знаю это, что этот человек разговаривает по телефону со своим бизнес-партнером, и он в своем мире, он отделен, он даже не воспонимает, он меня не видит, он окружающих не видит, он требует, чтобы никто не вмешивался в его личную жизнь. И это другой человек. Это не я. Я не знаю, другой ли он уже физиологически, но социально, культурологически он точно не я. Поэтому я думаю, что мы обязательно вернемся к этой теме. Вот она столь интригующая со всех точек зрения, что нужно еще будет что-то здесь обсудить. А пока до свидания. Спасибо за очень интересный разговор. Всего хорошего. До новых встреч в программе субтитры Алексею Дубровскому Редактор субтитров А.Семкин